Доброе утро, уважаемые трейдеры! Сегодня 5 сентября, последний день торговой недели. Я Анна Касаткина, и вы смотрите последние экономические новости на канале Инстатв. Сообщение о том, что Европейский центральный банк решился на очередное смягчение денежно-кредитной политики, всколыхнуло весь валютный рынок. Инвесторы активно избавлялись от евро, не дожидаясь комментариев главы европейского регулятора. Хотя наибольшей реакции трейдеров ожидали именно от заявления Марио Драги, в котором прозвучало официальное подтверждение о запуске количественного смягчения. Так, распродажи евро в пользу американской валюты резко подняли котировку индекса доллара на 60 пунктов вверх к отметке 83,45 пункта. В суматошной атмосфере трейдеры забыли о публикации отчета о состоянии американского рынка занятости. А между тем, реакция на эти данные могла бы быть совсем иной. В Соединенных Штатах за август месяц число занятых в частном секторе увеличилось на 204 тысячи человек. Большинство аналитиков, ожидающих данную публикацию, предвещало рост занятых на 218 тысяч человек. Традиционно, ошибка в 14 тысяч имеет довольно серьезное значение для инвесторов и ведет к распродаже доллара. Но не в этом случае. На фоне предстоящей сверхмягкой политики ЕЦБ участники валютного рынка обращаются к доллару в качестве валюты-убежища. По версии экспертов рынка Форекс, тенденция сохранится и в течение следующей недели. Следите за дальнейшим развитием событий на финансовых рынках с компанией Инстафорекс. До свидания!